Преодолеть препятствия и не упасть. Для иностранных участников Международного Молодежного Промышленного Форума Инженеры Будущего образовательная программа начинается так же, как и для российских коллег, с заданий по тимбилдингу. Без этого здесь никак. 300 участников иностранцев из 30 стран, четверть всех приехавших. Такого за три года проведения форума еще не было. Организаторы учли все недочеты прошлых лет, и для зарубежных гостей лекции и семинаров теперь не меньше, чем для россиян. Если с обучением проблем не возникало, то приспособиться к местному климату жителям теплых стран оказалось сложнее. Как признались члены делегаций Таиланда, сибирское лето гораздо холоднее тайской зимы. Форум замечательный. Погода хорошая, не очень холодно. Вокруг достопримечательности и замечательные виды. Все очень нравится. Жизнь в палатке, обучение под открытым небом для иностранцев настоящая экзотика, но очень эффективная. Для меня такая форма обучения очень полезна, потому что здесь есть и физические нагрузки, и сама учеба. А когда ты просто сидишь в аудитории, то ты засыпаешь. Обмен опытом с российскими коллегами трудно недооценить. Все-таки система подготовки инженеров и практика в каждой стране своя. Есть немножко разница. И, конечно, сейчас в России идет обновление при подготовке специалистов для промышленности. Это у нас также очень важно. И идет к тому, как и в России. Но отсюда можно было бы изучить и применить много чего. У инженера нет национальности, говорит президент Международной комиссии Французской Федерации машиностроений Лорен Батайл. Два специалисты из разных стран всегда смогут найти общий язык. Если вы возьмете американского инженера, русского инженера, французского и немецкого, то их команда будет очень-очень сильной. Причем гораздо сильнее, чем команда только из четверых американцев, русских, французов или немцев. Как признаются представители крупных западных компаний, найти по-настоящему высококлассного инженера трудно не только в России, но и в Европе и других странах. А Байкальский форум помогает молодым людям набирать опыт, знания и заставляет заниматься собственным развитием.